Святитель Лука Война-Ясенецкий Слово в день памяти преподобного Ефрема Сирина Ни один месяц к году не насыщен в такой мере памятью всем известных святых, как Январь. В Январе Святая Церковь вспоминает великих вселенских святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, каждого в отдельности и всех троих вместе. Празднует память святителя Григория Низского, брата святителя Василия Великого, память святителей Афанасия Великого и Кирива Александрийского, величайших преподобных Феодосия Великого, Антония Великого, Макария Египетского, Макария Александрийского, Ефимия Великого, Ефрема Сирина. Это плеяда угодников Божиих озаряет нас с небес ярким блеском самых крупных звезд, и среди них сияет яркая звезда, святого преподобного Ефрема. Его рождение было предвозвещено матери необыкновенным видением, и снился младенец, из уст которого выросла виноградная лоза. Она быстро-быстро распространилась и покрыла всю землю ветвями. На ней выросли чудные грозди, отовсюду слетелись птицы и клевали ягоды, но сколько не клевали, число ягод не уменьшалось. Один святой отец, подвязавшийся в пустыне, увидел соном ангелов, сходящих с неба и несших большой свиток, исписанный с обеих сторон. Они спрашивали друг друга, кто может принять этот свиток, и был голос с неба, только Ефрем, избранник мой. И привели святого Ефрема, и дали проглотить этот свиток. И совершилось дивное дело, как лоза, разросшиеся по всей земле, распространились дивные слова преподобного Ефрема. Он проповедовал неустанно, неумолчно. Тысячи людей сходили слушать его, и он не только проповедовал, но и много писал, и милостью Божией до нашего времени дошла немалая часть его святых творений, составляющих пять толстых томов. Он писал о самом важном и нужном для христиан, изъяснял священное писание, обличал еретиков, призывал к сокрушению сердечному, которым полна была его душа. Слезы всегда ручьями струились из его глаз, но лицо было светло и сияло радостью. С великой ревностью он всегда говорил о необходимости сохранения чистоты, ибо сердце христианина – это храм Святого Духа, а Дух Святой не может обитать там, где нечисто. И преподобный Ефрем учил тому, как надлежит сохранять эту чистоту. Люди чистоплотные, заботящиеся о чистоте одежды, стараются обходить всякого человека, который может испачкать их грязью. Нельзя не уходить от нечистоты, не уйдем, сами испачкаемся. Так и христианам надлежит хранить чистоту сердца, держась подальше от тех, кто полон грязи духовной. Не смешивайтесь с толпой нечестивых людей, сторонитесь их, чтобы не заразиться духовным смрадом. Ищите общение с людьми чистыми, благородными, праведными пред Богом. Их очень немного, но они есть рядом с каждым из нас. Прилепитесь к ним сердце, идите туда, где чисто, добро, свято. Не ходите на те увеселения и зрелища, которых так жаждет грязная толпа, дикими криками восторга, приветствующая то, что не заслуживает приветствия. Бойтесь встреч опасных для души, бойтесь тех, кто может послужить причиной и поводом греховному падению. Часто свидания молодых юношей и девушек кончаются тяжким грехом. Удерживайте от них своих сыновей и дочерей. Следите за тем, что они читают, ибо молодые чрезвычайно падки на чтение сводострастных романов, которые развращают души. И яд блуда вливается в сердцах их со стороны таких книг. Господь поставил вас хранителями их сердец. Подумайте, какой ответ вы дадите пред Богом, если и сами не будете отстраняться от грязи духовной и не будете хранить от нее ваших чад. Ведь только стяжав чистоту, мы можем надеяться войти в Царство Божие. Храните себя.